Ну хорошо, вот мы начинаем наш очередной семинар. Сегодня я расскажу о некоторых задачах из одномерных и многомерных неоднородных приближений, которые, в общем, некоторые задачи, вероятно, сложные. Некоторые, вероятно, совсем простые, ну совсем простые, ладно, я потом прокомментирую, что я имею в виду под совсем простыми, значит, в общем, а с другой стороны я о каких-то, может быть, совсем-совсем простых вещах поговорю. Ну, значит, давайте с нескольких сторон заходить. Начнем с того, что на первом курсе, ну, скажем, Мехмата учат теорию чисел и решают задачу, что... Но, впрочем, это, знаете, задача даже... Задача... Нехорошо это говорить, задача... Задачка, да? Задачка. Среди... Знакома она вам всем. Среди... Для любого N существует N подряд идущих составных чисел. Знаете такую задачку? Да. Все умеют решать, правильно? Давайте я назову не задачка, а задачки. Это первая задачка. Все умеют решать, да? Вторую задачку. Все умеют решать, что если у нас есть, ну, скажем, число N, то среди чисел X, X плюс 1, X плюс K, где K есть... Ну, я ее не очень хорошо формулирую, наверное, сейчас. Сейчас я ее сформулирую, как могу, потом мы уточним. Вот, значит, давайте так фиксируем эпсилон больше нуля, где K есть O большое от N в степени эпсилон, есть число взаимно простое с N. Так, умеете эту задачу решать? Среди что надо знать? Вот что есть подряд K, ну, все числа, конечно, натуральные, есть подряд K O большое от N в степени эпсилон натуральных чисел, и среди них есть взаимно простое с N. Что надо знать, чтобы эту задачку решить? Наверное, что FI от N делить на N там маленькое. Да, ну, да, 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 да. Ну, в общем, надо уметь, ну, еще надо уметь такой техникой обладать, что сумма по D делящим нод X N мю от D равняется, ну, разрывный множитель променять. Единица, если нод равен единице, и ноль, если нод не равен единице, но надо взять разрывный множитель, просуммировать его, выделить там главный остаточный член, все получится. И это, значит, если первая задача для школьников, вторая задача для тех, кто знает функцию Мебиуса. Значит, а третья задача, давайте третью задачу, я сформулирую, умеете ли вы решать третью задачу? Значит, N это наименьшее общее 1, 2 и так далее К и среди порядка лог N чисел нет последовательных нет взаимно простого N и среди лог N значит, что там надо? Существует существует что надо знать, чтобы эту задачу решить. Сейчас, а как связаны K и N еще как-то связаны? я просто как... Не, ну N от N от K А, все, все, понял, да? А, тут вот можно написать вот такой значок. можно просто взять вот этот ног и дальше ног плюс 2, ног плюс так далее, ног плюс K и вроде подойдет. хватает. Что? Так нам же взаимно простые нужны как раз. Не взаимно простые как раз могу сказать. Нужно просто посчитать зависимость логарифма наименьшего общего кратного и K. Это вроде бы... Правильно. Он и виск в порядку K. Ну да, но это... Да, 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 да. Это если бы вот этот значок... Это вроде бы функция Чебышева. Логарифм. Да, если мы используем этот значок, то это асимптотический закон распределения простых чисел. Вот, вот, что K можно взять порядка лог N, это нам дает... Да. Это уже, так сказать, неравенство Чебышева. Да, 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 совершенно верно вы говорите. Значит, ну, так, это такая подготовка. Видите, все мы ученые, все мы простые вещи знаем. Дальше пойдет речь о сложных вещах, которые я, в общем, доказательства в общем-то и не читал. Но, тем не менее, значит, теперь, а теперь серьезно, о серьезном. Я доказательства этих вещей не читал. Это у нас такая артподготовка. Значит, функция... Кто знает, что такое функция Якоб Сталя? Знает кто-нибудь? Напишите, вспомню, потому что видел, но не помнил про тебя имя. Жи от Н это наименьшее такое, что любые Q подряд идущих натуральных чисел, целых чисел содержит взаимно простое с м. То, что мы писали раньше, оно дает какие-то оценки на функцию Якоб Сталя, но какие-то, но они элементарные, мы их умеем доказывать, упражнения, значит, написать то, что написано наверху было в терминах функции Якоб Сталя, это не очень сложно. Современная наука тут сложная, значит, современное состояние. Первое, что гипотеза. ну, правда, современное состояние науки, оно крутится около логарифма, оно крутится около логарифма, но, тем не менее, оно там сильно крутится, значит, гипотеза Якоб Сталя самого. Это можно в Википедии найти, что это есть О большое от лог- Н поделить на лог- лог- Н в квадрате. На эту тему есть статья Эрдоша со старыми результатами. Значит, со старых времен есть небольшое продвижение. Верхняя оценка лучшая. Это серьезно, это Иванец. Но эту статью я просматривал, она не запредельно сложная. Иванец 78-й год, она там находится легко. Эта статья сложная, но не запредельно сложная. Я ее немножко просматривал. Я вам расскажу сейчас. Пока это все еще арт-подготовка идет к настоящей теме доклада. Верхняя оценка вот такая вот, а нижняя оценка она была получена супер математиками. Это современное состояние вопроса. Это Форд, Бенгрин, Тао и Конягин. 2015 год. Сколько там? Десяттысячная или десятитысячная задача Эрдоша? Что Ж от Н больше, больше в этом я не разбираюсь. Там совсем страшный логарифм, я помню. Да, 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 да. Там второй логарифм это все наверное видели. Это все, да, да, третий логарифм для устрашения народа, да. Ну, устрашение, я в одной работе Королева видел девятикратный логарифм. Четвертый логарифм здесь в числителе, а в знаменателе третий логарифм. Ну, у Шкредова тоже там были какие-то длинные логарифмы когда-то в задаче об угол. Они же улучшили, там вот они сначала ФАТН сделали бесконечность, а потом они квадрат у третьего логарифма внизу убрали. Видите, лучше меня знаете, а это я не знал, да, когда это было. Ну, это вот они в шестнадцатом наверное, чуть-то вот где-то в этом подложили. Они еще Мейнарда позвали и вместе сделали. А, там еще Мейнард появился, да? Ну, пишите мне ссылку. Квадрат, да? Убрали квадрат. Вот так вот надо правильно писать, да? Вроде так, а Ф исчезла. И Ф исчезла? Ну, оно к бесконечности стремилось, а теперь Ф оно в квадрат перешло. Ну, заменил. А и Ф они убрали. Вроде так. Сейчас я в чат ссылку повылкину. Хорошо, ладно. А, на статью, да? Чат это дело такое, где все исчезает. Ладно. Да, действительно, вижу, 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 вижу. Вижу. да, действительно, хорошо. Ладно, это я, значит, прозевал, но я не об этом сейчас буду говорить, видите, даже мне полезно, извините. Значит, я не об этом, ой, сейчас одну секундочку, значит, я должен снова, я отключился от этого самого, зума, потому что, смотрю, но вот, что касается многомерных задач, видите, какая продвинутая одномерная наука, и там серьезные люди. А вот, что касается многомерных задач, там ничего нету. Ну, может, вы тоже знаете что-то? Мно-го- ме-р- на-я. Вот, у меня впечатление, что в многомерной задаче известны только результаты эрдыша. Эрдыша, я, наверное, знаю, это про большие области, где нет взаимно простых кардинаж. да, да. Даже когда-то сам в качестве упражнения делал. Это очень легко, и та, и та, и другая оценка очень легка. Значит, первое, что здесь, это значит, как надо написать сейчас, одну минутку, мне надо сообразить, как же здесь правильно написать. Значит, если у нас х фиксированного, то по и х фиксированного, и у, ну, больше равно х. х это растущий параметр, значит, мы ищем, мы ищем, чтобы те и и ж, ну, скажем, от нуля до какого-то h обладали условием, что нод х плюс и у плюс ж был больше единицы, значит, вот как это, значит, и тогда надо говорить так, что для любого и эпсилон существуют бесконечно много таких, что если мы возьмем h равное единица минус эпсилон лог х лог лог х степени одна вторая для вот этого h выполнена вот эта звездка, выполнена вот эта звездочка. Эта теорема очень простая, можем такое упражнение дать. Сейчас имеется в виду для всех y игорьков игорьков для всех игорьков да, 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 и y больше x просто доказать, сейчас я допишу и прокомментирую, доказаться помощью китайской теоремы об остатке. Это китайская теорема об остатке. Значит, еще раз, что здесь происходит, давайте я нарисую. вот у меня r2, вот здесь вот у меня x, вот здесь вот у меня y. Значит, если я возьму x достаточно большое, а y оно тоже достаточно большое, потому что оно больше x, то тогда вот в этом квадратике x плюс h y плюс h значит, я беру, так сказать, существует бесконечно много таких x, что вот в таком вот квадратике, так сказать, найдется давайте так, y тоже существует. Да, y существование должен. Существует бесконечно много пар x, y, потому что ну да, что вот в этом квадратике, так сказать, y тоже существует, да, что вот в этом квадратике большой квадратик есть, который состоит из чисел, у которых наибольший общий делитель, так сказать, нетривиален. То есть, тут вот нету примитивных точек вот в этом вот квадратике. и это легко построить с помощью китайской теоремы об остатках. Ну и в общем это такое простое упражнение. Значит, вторая теорема, давайте я их на одном экране попробую уместить. Вторая теорема, которую доказал Эрдыш, об обратной оценке. Значит, для любых, тут вот видите, существует бесконечно много. Мы разобрались с квантерами, а тут для любых х и у существуют ижи, такие, что ижи от нуля до, но тут какая-то явная константа, а здесь лог лог ижи, такие, что нод х плюс и у плюс ж равен единице. Значит, вот первая теорема. А здесь корни разве нет? Нет. Нет, вот вторая теорема. Это здесь доказательство простейшее решето. Беда здесь в том, что оценка сверху и снизу они отличаются. Вот и тут в этой задаче сейчас есть только простые оценки. С этой теоремой была такая история, что меня как-то пару лет назад, нет, пару, дабы, наверное, это еще был ковид, попросил Конягин на семинаре что-то рассказать, потому что это его заинтриговало. Ну, Конягин, понимаете, вот тут же Конягин прославился, так. И ему тоже, ну, вот они чего-то после этого, я после этого думал, что может быть там чего-нибудь лучше появится, но вот так ничего и не появилось. То есть, по-видимому, кроме вот этих простеньких оценок, так сказать, Эрдыша, здесь ничего нету. и Эрдыш пишет свои статисты по-видимому, так сказать, улучшить эти результаты, это очень сложно. Вот. Значит, ну, первое доказать, это просто китайская теорема об остатках, второе, ну, там немножко просеять надо, ну, тоже все просто там, принцип Дерехле, по-моему, используется. Вот. На этом арт подготовка о том, что мы про примитивные точки знаем, заканчивается. Честно говоря, я не знаю, может быть, с этой теоремой Эрдыша связана вот какая история. Значит, теорема Эрдыша, лет десять назад произошло обретение этой теоремы Эрдыша, потому что она была забыта, и этим мы обязаны Марсину Видмеру, Мартин Мартину Видмеру. Значит, там история такая была, что люди заинтересовались вот чем. Значит, первая история кончилась. В первой истории пока никаких неоднородных приближений нет, люди заинтересовались вот чем. Вот если есть альфа, вот если есть альфа вещественное иррациональное число, то тогда вот существует бесконечно много пробей пи-пи-ку таких, что ку альфа минус п меньше чем единица на корень из пяти, но тут напишем так, ку умножить на ку альфа минус п. Значит, на самом деле это это фурвиц, а на самом деле Хинчин сформулировал более сильную теорему, он сказал, что для любого это давайте я не так напишу, я думаю, что как-то некрасиво у меня получается, ну ладно, значит, Хинчин. Значит, для любого это существует бесконечно много у п таких, что альфа ку минус п минус это для любого это. А эпсил я, может быть, не зря написал, тут ку надо написать. Вот у Хинчина, по-моему, здесь вот надо писать плюс эпсил. Мне кажется, что этот плюс эпсил может быть по существу. То есть, что теорема Гурвица на самом деле верна и в неоднородной постановке. Видите, тут неоднородная постановка. И в этой самой неоднородной постановке случилось страшное, потому что кому-то взбрело в голову, кому-то взбрело в голову из современных наложить дополнительные условия. Купе равно единице. И вот это дополнительное условие стало исследоваться. Получились работы Лорана, еще кого-то, еще кого-то. Я даже не буду формулировать, что там получалось, потому что про про одну из промежуточных работ скажут. Упоминая его нами в последнее время Алана Хейнса, тоже на эту тему была работа, который результат был здесь. Вот здесь вот было куб степени 1 минус эпсиал. Вот этим вот. Ну, и в общем более-менее это получается, ну, там, может, у него чуть получше было, чем 1 минус эпсиал. Но в духе это получается, недаром я вспомнил про вот эту вот задачу. Что вот если эту задачу применить, то здесь сразу получится куб степени 1 минус эпсиал. И каково же было удивление народа, когда Мартин Видмер обнаружил две работы Эрдыша. Первая работа Эрдыша, о которой я упомянул только что, вот где примитивность считается. А вторая работа Эрдыша, она связана с применением теоремы 2, вот эта теорема 2 Эрдыша Эрдыша дает результат, дает результат, что если альфа рациональное Абэто любое, значит, как у нас там, это оно называлось у нас, то существует бесконечно много П на Ку с условием нашим на нот таких, что Ку альфа минус это минус П меньше уравняется, значит, здесь надо написать Ку, ну и вот этот вот самый логарифм, который у них присутствует, только его надо возводить в квадрат здесь. Там он был в первой степени, вот этот логарифм зеленый, ну а при переходе к диафантовой задаче, его надо возводить в квадрат. с помощью хитрых, немножко хитрых соображений житомирскую мы пропустим, потому что там, так сказать, простой результат. Значит, это, смотрите, значит, здесь задача идет о неоднородных приближениях, то есть мы хотим рассмотреть прямую равняется альфа х плюс это прямая, и поймать ее окрестности не просто точку целую, а примитивную целую точку. Ну и на самом деле более-менее понятно из того, что я всегда говорю, что если мы, так сказать, умеем ловить фундаментальную область существует там примитивная точка, и где-то там дальше, так сказать, вот сдвиги этой фундаментальной области расширенном поймаем эту примитивную точку, то есть здесь совершенно стандартное доказательство, но вот оно довольно забавно, и конечно, Эрдош, значит, эта теорема формально двум авторам принадлежит, потому что вот первая работа, это вот теорема следующая за той теоремой следующий год, там Чок и Эрдош. Значит, вот она была успешно забыта, так сказать, и ее Мартин Витмер внезапно обнаружил. Значит, вот, ну и конечно, они понимали, что, так сказать, если мы переходим к задаче о примитивных, неоднородных, однородное приближение, там все понятно, что там примитивные будут точки, потому что, значит, прямая, она через начало координат проходит, и можно наибольший общий делитель сократить, а в неоднородных примитивность по существу, и, в общем, они понимали, на самом деле, что тут нельзя деревья поставить, вот это ку, что тут есть какой-то лишний множитель, ну а какой множитель, ну вот почему-то они не посчитали, значит, раз они это дело считали, то что современные люди стали считать какие-то эти множители хуже, значит, ну вот самые лучшие множители, по-видимому, я насчитал когда-то, несколько лет назад, а, это не два года назад это было насчитано, значит, вот такая теорема у докладчика есть, она, ну уже, да, устарела, давно, что значит, вот инфинум, существует альфа и это, такие, что инфинум по ку, тут будет, знаете, что ку, ну ку, это диреклеевская, значит, лог, лог ку, корень из лог ку, а здесь вот это ку, альфа минус, это минус п, это минус п, вот это больше нуля, то есть смотрите, тут зазор, то есть, вот, эта теорема эрдыша, она произошла из второй теоремы эрдыша, где решето, А эта теорема наша новая, она произошла из первой теоремы Эрдыша, где китайская теорема об остатках. Только китайскую теорему об остатках надо применять похитрее. Идея приказательства вот этой теоремы состоит в том, что китайскую теорему об остатках надо применять не для квадратика. Первое. КТО не для квадратика, а для гиперболического креста. Вторая идея. А вторая идея – неоднородный аналог теоремы Ворли. Теорема Ворли, вот что утверждает теорема Ворли. Вот всем, наверное, известно, что если альфа минус p на q меньше, чем единица на 2q квадрат, и p и q взаимно просты, то p на q равняется pn на qn. Существует n. А если Ворли – это теорема Лежандра, а Ворли – это классификация тех дробей, для которых здесь k стоит на q квадрат. Тогда, значит, вот это p на q взаимно просты. Тогда p на q, значит, существует n. что это будет pn на qn x плюс pn плюс 1 qn плюс 1 y. И существует x и y, такие, что x умножить на y не превосходит. Ну, там чего-то он не превосходит. Там какой-то константы умноженные на k. Ну, в общем, вот такая вот теорема, она локализует все приближения. Что, ну, смысл, что если приближение хорошее, то ничего другого, кроме как линейной комбинации двух подходящих дробей, так сказать, там нету. Ну, а для неоднородной задачи, для неоднородной задачи, там надо это модифицировать. Ну, и в результате, если вот на эту картинку посмотреть, вот на эту картинку с прямой y равно альфа x, то там строится вот такая, 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 я вообще, как вы знаете, люблю примеры какие-то уродливые. Ну, здесь вот строится вот такая прямая, которая, ну, вот, в общем, вот, вот, вот эти вот гиперболические кресты, которых, ну, вот, это мне трудно нарисовать. Ну, вот, в общем, грубо говоря, вот здесь вот какие-то приближения к ней есть, и вот эти гиперболические кресты, в которых точки непримитивные. Вот мы наловили непримитивных точек вот в этом гиперболическом кресте, и вот эти гиперболические кресты, они как-то искаженно здесь вот расположены, и следующий крест начинается, вот следующий я фиолетовым нарисую, более длинный, когда заканчивается предыдущий крест. И вот все эти кресты, они, извините, покрывают вот какую-то окрестность, такую вот, вот какую-то вот, вот такую вот окрестность, вот такую вот окрестность, вот этой прямой, вот как-то там так жизнь устроена, ну, и решетки надо переключать. Я когда-то, во время ковида, когда эта теорема появилась, понимаете, тогда я ее рассказал на спецкурсе, я ее рассказывал подробно несколько раз, может быть, кто-то еще был на этом спецкурсе. Антон, вы были на этом спецкурсе или не были? Нет, мне кажется, не был. А, то есть вы уже видели парадный доклад? То есть парадный, когда вот мы все такие крутые, мы умеем вот такое доказывать, вот такой доклад слышали? Вот, а... Это был только на английском семинаре, до которого сейчас не попадаю по работе. А, это доклад был на английском семинаре? Возможно. Да, ну, в общем, когда эта теорема появилась, вот, понимаете, сейчас вот у меня пока ничего не доказывается. Вот, когда я что-нибудь докажу, то тогда мы, так сказать, то ли более подробный семинар устроим, то ли переформатируем семинар в спецкурсе, и я начну что-то рассказывать. Вот, потому что когда эта теорема появилась, ну, сами понимаете, что тут надо как-то проверять, никто тебя не проверит, вот. Вот, и я решил, что, помимо всего прочего, давайте я ее подробнейшим образом расскажу на спецкурсе. И рассказывал там целый месяц, наверное, вот, все доказательства. Как с помощью китайской теоремы об остатках понастроить вот примитивных точек вот в этом самом гиперболическом кресте, как решетки друг с другом, так сказать, согласовывать там и так далее. Ну, там какие-то доказательства есть. В общем, это тоже, с другой стороны, это опубликовано, можно почитать. Значит, вот какая одномерная ситуация. Значит, несколько комментариев. Значит, серьезная задача. Значит, давайте я слово «серьезные» поставлю в кавычках, потому что они несерьезные. Значит, вот давайте, вот несерьезные задачи у нас были, вот в самом начале они назывались задачки. Потому что, ну, первое решит школьник, второе решит первокурсник, третье решит человек, знающий неравенство Чебушева или асимпатический закон, то есть взрослой студии. Значит, серьезная задача подразумевает, что если вы ее решите, то можно написать статьи. Вот что-то сказать. Но я не призываю, ну, а улучшить Эрдыша. Один или два. Но я боюсь, что это как раз тут кавычки не надо ставить. Потому что чего-то мне кажется, что Конягин просил у них рассказать вот о том, о чем я сейчас вам рассказываю, именно потому что у него руки чесались улучшить. Вот. И мне задача, а не по зубам. Это надо быть аналитиком. То есть, я думаю, что, так сказать, вот Конягин и его компания, так сказать, может они ее улучшить. А задача Б. Можно сказать, улучшить. Можно сказать, разобраться. В диафантовом следствии. Обратите внимание, диафантовых теоремы у нас два. Вот первая диафантовая теорема. Вот диафантовая теорема вторая. Диафантовая теорема 1 берет зеленый результат Эрдыша про просеивание. И банально, банально применяет его к диафантовым приближениям к этой самой фундаментальной области с цепными дробями. К неравенцу Чебукову, о котором мы говорили в прошлый раз. Банально. То есть, диафантов... Диафантов аспект в теореме Эрда-Шичока минимален. Если говорить о теореме 2, вот об этой вот теореме, она чуть-чуть менее банальна. Потому что, во-первых, значит, там надо немножко подхитрить с конструкцией непримитивных точек. Ну и еще чего-то там надо сделать, чтобы склеить ее. В общем, тут... Но в ней все равно вот этот множитель аналитики практически никакой себе не содержит. И этот множитель из неравенств Чебушова получился. По-честному, с точки зрения аналитики, здесь только применение неравенств Чебушова. Но у меня есть небольшое ощущение, что в теореме Эрда-Шичока можно продвинуться, если повнимательнее посмотреть на цепные дроби. Вот диафантовая задача, просто вывод диафантовой задачи из теоремы Эрда-Ша, из теоремы Эрда-Ша. Вот теоремы Эрда-Ша сами, это мне слабо, так сказать, этим заниматься и разбираться, что здесь на самом деле происходит. Это, по-видимому, серьезная аналитика. Вот, а что касается их диафантового применения, возможно, там есть небольшой резерв. И, возможно, этим стоит позаниматься. Возможно, тут есть еще какие-то хитрые формулировки. Значит, ну, конечно, есть метрические формулировки, но об этом мне не хотелось сказать. Вот, значит, вот это первая история, о которой я хотел рассказать, и какие тут нерешенные задачи сказать. Значит, вторая история, многомерная. Теперь переходим к следующему сюжету сегодняшнему о многомерных. С многомерными задачами случилась очень странная вещь. По-видимому, по-видимому, упущен оказался классический момент. Я сам не понимаю, как такое произошло, но вот я сейчас сформулирую теорему. Вот, честно говоря, я знаю только одну статью, которой вот эта теорема в таком виде задокументирована. Правда, ладно, давайте еще небольшую я, еще небольшую я подготовку. Значит, две задачи мы сегодня рассмотрим. Значит, совместное приближение. Первое. Совместное приближение. Сейчас я вас удивлю. Так, значит, мы берем числа альфа-1, альфа-n. Они линейно независимы вместе с единицей над у, как всегда, да? Значит, сейчас я вас кое-что спрошу. Для любого эпсилон, я даже напишу больше нуля. Хотя обычно, раз эпсилон, то оно больше нуля это не пишется, но я здесь напишу. И, значит, для любого альфа с нашим условием и для любого это, ну это, значит, альфа это вот у нас, да? Это, это, это 1, это n. Существует бесконечно много векторов Q, P1, Pn. Таких что? Ну, я здесь давайте напишу, но уже по-подробному. Вот теорема такая. Теперь к вам вопрос. Как называется эта теорема? Как называется, где она написана? Алло. Ну, ребят, ну это все должны знать. Это классика жанра. Алло. Вы здесь? Да, мы здесь. Уже хорошо, уже хорошо. Значит, что это за теорема такая? Что если, ну смотрите, ну это какая-то совершеннейшая классика. Есть у нас, есть у нас, так сказать, Тор. На нем есть, на нем есть точка это. И мы рассматриваем вот эту последовательность. Если же тогда зато пошло, то это тогда теорема Крадейкера. Да, конечно, конечно. Это теорема Крадейкера. А теперь ужас математика. А если добавить условие нод УП1, то он равно единице. Я схожу с ума. Понимаете, я нигде этого не обнаружил. И включил, так сказать, это в свою статью. Вот мы с людьми обсуждали, с Видмером обсуждали. Еще с кем-то нигде не написано. Но это несерьезно. Это несерьезно. А вот следующий момент, он вообще... Так вот, теорема Крадейкера во взаимно простых числах почему-то нигде не написана. Но она, в общем, сразу следует из теоремы Крадейкера для безусловия взаимной простоты. Поэтому это нельзя сказать, что это достижение. А вот второе... А вот второе... Тут второе... На второе мы кое-что забавное сейчас выдадим. Линейная форма. Значит, опять же у нас... Только давайте я теперь н больше равно 2. Сейчас я вам тоже кое-что выдам, так сказать. И у нас альфа-1, альфа-n и 1 линейно независимы над... Значит, вот это тоже меня сейчас наводит ужас. Я каждый раз, когда это рассказываю, у меня это вызывает ужас, потому что существует бесконечно много. Ну, давайте я тут напишу в скобках примитивных. Это значит, что нот равен единице. Q1, Q0, Q1, Qn. Давайте я их вот так вот сейчас напишу. Is that n плюс 1? Таких, что Q0 плюс альфа-1, Q1 плюс альфа-n, Qn, я не пишу расстояние до ближайшего целого здесь. Видите, почему? Потому что здесь у меня эти самые знаменатели есть. Меньше, чем эпсилон. Для любого эпсилона надо написать в самом начале. Разделить на максимум пужиты. И теперь... А вот то, что я сейчас обвожу в красную рамку, меня ужаснуло. Потому что даже без условия примитивности это нигде не задокументировано. Смотрите, это какое-то... Смотрите, вот если я н пишу равное единице, то это, очевидно, неверно. Потому что Q0 плюс альфа-1, Q1 меньше, чем... g тут от единицы до n, давайте писать. Меньше, чем эпсилон разделить на Q1. Это неправда, что для любого эпсилон и для любого альфа-1 такое выполнено. Существует... Например, золотое сечение. Правда? Значит, ну, вообще вас должно наводить соображение... Ой, ой, я тут... Стоп, стоп, стоп. Я тут забыл еще... Ой, извините, извините. Я же о неоднородных приближениях говорю. Для любого... И тут это еще у меня есть. А это у меня одно... Извините, тут еще... Если однородный... Что вы мне не говорите, что для... Николай Ельич, вы спятили. Что для однородных приближений здесь... Можно сократить и просто уменьшиться. А у меня здесь еще это. И для однородных приближений... Ну-ка, давайте быстренько вы мне скажите. Для однородных приближений. Как правильно писать? Что теорема Дерехле говорит? Там в степени... Там в степени N! Да? Там в степени N. Если N больше равно двойке, то здесь вот по сравнению с этим эпсилоном... Понимаете? Тут гораздо сильнее результат. Если N больше равно двойке, то здесь у нас вот... В однородных приближениях вообще... А тут вот на самом деле ничего лучше, чем... Вот если у нас N больше равно двойке, то мы можем вот такую теорему о приближениях доказать. Вот такую. С эпсилоном тока. А здесь Q в первой степени. И почему-то это в Касселсе не задокументировано. А про примитивные точки, так тем более там не задокументировано. А теорема это точно... А это фиксировано какое-то число? Это фиксировано, да. Альфа фиксировано. Значит, вот эти фиксированы. Давайте я... Фиксированы. Вот эти фиксированы. Они фиксированы. Фиксированы. Они фиксированы. То, что это не улучшаемое, это как поражает. А то, что оно не улучшаемое, это теорема Ярника. То, что для любого... Антон, если поражает вас это, то, как его разъяснение, вас, может быть, еще больше удивит. Вот я, собственно говоря, мы сейчас через некоторое время подберемся именно к тому, чего я хотел рассказать. Рассказать именно к задаче, которую тут, мне кажется, можно решить, которую, я вот говорю, несложная, но она несложная идейно. А технически там, я думаю, что доказательство будет зубодробительное. В смысле, если его записать, то оно не будет понятно. Сейчас немножко к этому подберемся. Сейчас я еще немножко поговорю. Значит, теорема Ярника. Теорема Ярника говорит вот что. Для любой функции φ от у, такой, что φ от t, такой, что φ от t примится к нулю при t, стремящемся к бесконечности, в скобках, в скобках, сколь угодно, медленно, существует. Сейчас разгадка будет вам совершенно понятна. Существует. альфа 1. Альфа, значит, это n больше равно 2. Линейно, независимым, вместе с 1. альфа 1. А, давайте над q и существует это, такие, что q0 плюс q1 альфа 1 и так далее, плюс qn альфа n минус это больше, чем φ от... Ну, давайте вот этот максимум кужитых я обозначу за q. И от q разделить на q. И это уже для любых кудулевое куаде. Для любых, да. Для любого вектора q. Пояснение? Для любой... На самом деле Ярник доказал немножко другое. Тут для любой функции ψ от t убывающей к нулю. Там, тут было сколь угодно медленно, а здесь сколь угодно быстро. Существует альфа 1, альфа n линейно независимые такие, что функция меры иррациональности меньше, чем φ от t. Ну и, грубо говоря, а если функция меры иррациональности меньше, чем φ от t, то для нее существует неоднородность, для которой, так сказать, приближения вот такие, как в предыдущей теореме. То есть, ничего неудивительного в этом нету. То есть, вот эта теорема Ярника, она получается, а вот это сингулярность. Теорема Ярника, как получается, она следствие сингулярности плюс неоднородный перенос. И эта теорема задокументирована в Касселсе. Вот эта теорема в Касселсе задокументирована, а предыдущая, вот которую я обвел здесь красным, вот этого нет в Касселсе. А это не задокументировано. А это задокументировано в Касселсе. Ну, при n равном 2, конечно, но тут достаточно сводится к n равному 2. то есть важно в теореме для доказательства неулучшаемости важно феномен сингулярности. То есть, грубо говоря, ничего лучшее за счет увеличения размерности, как поставить вот здесь вот эпсилон по сравнению с одномерной задачей, ничего лучше сделать нельзя. потому что для любой функции мы можем построить сингулярный пример. А вот то, что мы можем построить сингулярный пример то, что мы можем построить сингулярный пример то, что мы можем построить пример Более сингулярный, чем просто сингулярный, ну вот это наблюдение, оно возникло, ну тоже с одной стороны довольно давно, а с другой стороны, вот в том виде, в котором я его сейчас сформулирую, оно возникло довольно недавно. Значит, сейчас, знаете, в чем дело? Как вообще, значит, теперь как вообще, значит, о доказательствах? Еще следующая история о стандартном ходе доказательств. Стандартный ход доказательства, как я много раз уже говорил, это построение фундаментальной области. Вот у нас есть ZD, ну D там, это, скажем, N плюс 1, ну в общем, это даже, наверное, сейчас не важно. Значит, мы сейчас, может быть, для систем линейных форм напишем, сейчас я подумаю. В какой обществе мы будем это формулировать? Ну, в общем, стандартный ход такой, что вот если есть подпространство, однородное подпространство, то нам надо изловить в окрестности этого подпространства D линейно-независимых приближений. Тогда эти D линейно-независимых приближений, параллепипед на них натянутый, будет задавать фундаментальную область, будет содержать фундаментальную область в целочисленной решетке, значит, здесь будет фундаментальная область, для ZD расположенная, запятая, расположенная около, ну вот это подпространство назовем его L, да, это около, вот просто, транство L. Ну и дальше, сдвигая эту фундаментальную область, мы можем ловить точки, мы можем ловить примитивные точки, мы можем там дальше как-то, так сказать, вот об их расположении что-то говорить. Значит, ну, вот, а вот эти примеры, вот теоремы, вот теоремы Ярника, вот она показывает, что там плохо на самом деле с фундаментальной областью, то вот раз нельзя улучшить, то и с фундаментальной областью в каких-то примерах должно быть все очень плохо. Ну и вот на эту тему, значит, первое, что я сегодня, это вот, так сказать, такие невнятные слова по поводу доказательства, что надо применять вот эту фундаментальную область. А с фундаментальной областью плохо. И то, что плохо с фундаментальной областью, выражается вот в следующем примере, давайте я сформулирую теорему. Она уже не совсем новая. Это шестнадцатый год. Это гипотеза Шевалье. Нашего Николя Шевалье. Значит, и давайте у нас сегодня будет, значит, Д. Это 3Н2. Значит, фи от Т, оно убывает к нулю сколь угодно медленно. Значит, тогда существует, значит, она как-то фиксирована. Существует альфа-1, альфа-2, линейно независимый. Такие, что для любой, извините. Я вот так напишу. Сейчас, давайте, нет, давайте я напишу по-человечески. Это у меня Ку, и у меня Ку со штрихом, с двумя штрихами и с тремя штрихами. Потом будет, это знаменатель, потом будет P1. P1 со штрихом, P1 с двумя штрихами и P1 с тремя штрихами. И P2, это второй числитель, это числитель. P2 со штрихом, P2 с двумя штрихами, P2 с тремя штрихами. Вот для любой такой матрицы из SL3, вот, значит, что такое матрица SL3Z? Это значит матрица целочисленная, у которой определитель равен единице. Ну, поскольку Ку у меня будут знаменатели приближений, давайте считать, что они больше равны единице. Значит, для любой такой матрицы выполняется... Значит, вот давайте я рассмотрю Ку штрих, альфа житая, минус Пжитая штрих. Ой, елки-палки, не влезает. У меня сейчас будет формула длинная, но все понятно. Максимум ПЖ, Ку штрих, альфа житая, минус Пжитая штриха. Я напишу максимум ПЖ, тут Пжитая штрих, Ку два штриха, альфа житая, минус Пжитая, два штриха. Ну, Жи равняется один-два. Максимум ПЖ, Ку три штриха, альфа житая, минус П, три штриха житая. Вот это я разделю на Фи от Х штрих. Вот это я разделю на Фи от Х два штриха. Вот это я разделю на Фи от Х три штриха. Тут поставлю везде запятые, и у этого все, возьму максимум. И вот это больше единицы. Вот формулировка теоремы закончилась, теперь надо осознать ее смысл. Штрих непонятно. Что? Ну, такой Х штрих непонятно. А, ой, Ку ты, это, извиняюсь, это Ку. Ку штрих, наверное. Ку, Ку, Ку. Я начал обозначать за Х, помните? А потом сказал, нет, давайте я буду писать Ку. Знаменатель. То есть смысл вот какой. Что мы... Вот давайте попробуем осмыслить эту теорему. Значит, что мы делаем? Мы берем в нашем пространстве прямую. Y1 равняется α1х, Y2 равняется α2х. И к этой прямой есть приближение. Ку, Ф. И вот мы хотим около этой прямой изловить хорошее, более-менее хорошее приближение. Ну, в каком смысле хорошее? Тут надо как-то изучать хорошесть с точки зрения... Смотрите, каждое приближение... Давайте я вот зеленым прокомментирую. Каждое приближение, его хорошесть оценивается с точки зрения его родного знаменателя. Видите, здесь Q2 штриха, а здесь Q3 штриха. Каждое приближение от его хорошей... То есть на самом деле это не совсем равномерное приближение. Это приближение вот... Здесь вот окрестность Пси-Фи от Т. Вот здесь на уровне Т. На уровне Т величина вот этой окрестности Пси от Т. Значит, ей говорится, что мы можем... Мы хотим взять произвольную, сколь угодно. Значит, на самом деле, на самом деле, вот еще раз я вернусь к той теореме, которая вот здесь вот сформулирована, теорема Кронекера. Когда мы говорим, когда мы доказываем теорему Кронекера, вот эту вот, на самом деле мы для этого Эпсилона в духе стандартного хода доказательства Строим в Эпсилонокрестности Давайте я вот Эпсилонокрестность Строим в Эпсилонокрестности Нашей прямой Фундаментальную область Решетки То есть находим Вот такую матрицу Из трех целочисленных векторов С определителем единица У которой каждый из векторов лежит в этой окрестности Если мы окрестность начнем сжимать То есть мы Эпсилон заменяем на вот произвольную, стремящуюся к нулю функцию То этого мы сделать не можем Согласно вот этой теореме Теорема говорит, что если мы здесь имеем убывающую функцию И мы хотим Построить Такие приближения Что Каждая из них, в смысле своего знаменателя Маленькая, то есть все лежит вот под этой вот гиперболой С функцией Фи То тогда никогда не получится Чтобы было три приближения У которых определитель единица Ну вот это немножко другое, чем фундаментально Ну вот результаты эти как-то соотносятся Вот тот вот безобразие, что мы не можем здесь ничего сказать точнее Чем Эпсилон в теореме Кронекера Оно В общем-то Связано с Наличием вот таких вот контрпримеров Или примеров, я не знаю как сказать То есть в частности, например У всех наилучших приближений У всех троек подряд идущих наилучших приближений Определитель будет не равен единице Вот из этого примера следует Но это такое простое следствие Я думаю, что здесь можно и более сильный пример построить А именно Запретить приближение с какой-то Не только со знаменателем С определителем единицы здесь Ну вот с какими-то Там двойка, тройка Какой-то рост определителя Запрещенного тоже здесь Можно обеспечить Как сказал сам Шевалье Про это доказательство Ну вообще-то оно верное, наверное Но оно very hard to read Ну понятно, потому что это геометрическая конструкция То есть когда простую геометрическую конструкцию Записывать словами Ну понятно, что там будет тяжело Вот Это что касается совместных приближений Ну и что касается совместных приближений Кстати, мне кажется, что когда речь шла о совместных приближениях Вас это ничего не удивляло Вот это один Вот один Тематика один Вот совместное приближение Видите? Здесь вы как раз сказали Это же теорема Кронекера И что в теореме Кронекера нельзя ничего лучше сделать, чем эпсилон Для, так сказать, фундаментальной области Для независимых векторов Что вот мы берем вместо эпсилон здесь функцию фи И уже не получается приближение из сл3z Это, в общем, не так, наверное, удивительно Но, может быть, и доказательство не так мучительно Вот А что происходит? Значит, смотрите Значит, эта теорема, о которой я сейчас рассказал Вот которую я сейчас сформулировал Вот эта вот теорема Она касается совместных приближений Она касается вот этого случая Совместных приближений Вот это Совместное приближение Значит, сейчас я хочу рассказать о том А что же тогда Касается вот этой теоремы о линейной форме Теорема о линейной форме говорит Что вот мы вот здесь вот для линейной формы Мы можем поставить эпсилон И тогда есть такие приближения И примитивные приближения есть А ничего лучше сделать нельзя То есть та теорема Которая, так сказать, говорит о плохих примерах в сл3 Она как раз касается случая Что, а ничего лучшего сделать нельзя Вот мы можем Обратно возвращаясь к совместным приближениям Вот мы имеем теорему Кронекера Для совместных приближений А тут теорема Вот это вот говорит А для приближений С определителем единицы Вот с сл3 Ничего лучше сделать нельзя Потому что какую бы мы функцию не взяли У нас получится, так сказать, существование примера Для которого сл3 приближений нет Так вот спрашивается А вот как звучит результат Ничего лучшего сделать нельзя Для линейной формы Вот об этом сейчас пойдет речь И речь об этом пойдет следующим образом А этот результат в настоящее время Еще не написан Значит, как выглядит Как должен Выглядеть Аналог С сл3 теоремы Для линейной формы Вот Ну, я думаю Что он должен Выглядеть так Значит, давайте Это назовем гипотезой Я уверен вообще Что эта гипотеза верна Тут проблема в том Что написать Правильное доказательство Значит, вот Пси от Т И кто это будет Проблема даже не в том Чтобы написать Правильное доказательство А кто за это возьмется У меня впечатление Что оно Достаточно мучительное Хотя Я не знаю Может, техники сейчас Не хватает Итак, для любого Для любой функции Значит Н Н больше Равно 2 Значит, фи Значит, фи А-та-та-та-та Тогда Существует Альфа-1 Альфа-Н Линейный Независимый Не знаю Может, сейчас Современная наука Даст ответ на этот вопрос Параметрический Геометрия чисел Может, даст ответ На вопрос Что это все легко Из какой-нибудь Новой ДФСУ Теоремы Может, можно получить Линейный Независимый Единиц Такие Что Для любой Давайте Я напишу Так Тут Z Как же Ее написать X Как же Ее написать Эту матрицу X1 Вот так Напишу X1 1 X2 1 И так далее X1 Y1 X1 2 X2 2 Точки Точки X2 Y2 Точки 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 XN Сколько их должно быть? Плюс 1 X1 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 N плюс 1 X2 X2 плюс 1 XN N Плюс 1 Y N Плюс 1 Значит, вот эта матрица, откуда она? Она из S, L, N плюс 1 от Z. Да, что для любой матрицы максимум по ню от единицы до n плюс 1, и здесь я должен писать линейную форму α1x1 от ню. Альфа N, xn от ню минус y от ню. Эту линейную форму я должен умножить на, значит, в числителе я напишу x ню, а в знаменателе φ от x ню. Тут умножить. Ну, давайте я здесь по ню немножко смещу. Здесь φ от x ню. Ну, x ню – это максимум xg ню по ж. И вот это дело, значит, вот этот множитель, а линейную форму можно не писать, знаменатель я вынесу сюда. Это умножить, но вот это дело, это все больше равно единице. То есть, если мы берем максимум, давайте максимум всего вот этого. Максимум по ню от единицы до n плюс 1. То есть, получается, значит, что если я беру вот такие приближения, значит, ψ стремится к нулю у меня. Значит, ψ стремится к нулю. А, значит, я что делаю? Я беру линейную форму α1x1 плюс и так далее, плюс αnxn. Расстояние до ближайшего целого. Вот я ее умножаю на x. И вот это дело бесконечно много раз меньше ε по моей науке. А если я немножко смещаю, немножко увеличиваю порядок, вот хочу эту ε заменить на стремящуюся к нему функцию, то тогда я этого не могу сделать для приближений, которые образуют матрицу с определителем единицы. То есть, какую бы я ни взял матрицу, найдется такое α, что какую бы я ни взял матрицу, вот она вот в эту гиперболическую область в окрестности, а подпространство корразмерности А1 не влезет. Ну вот даже для m равного 2, я думаю, тут доказательства, ну, если доказательства в явном виде проводить, то оно будет мучительно. Может быть, сейчас вот современная наука, это вот самая параметрическая геометрия чисел, обратная теорема ДАСа, ДФСУ, ДАС, Фишман, Симон, Сурбанский, может быть, она тут, может, применяется, но она применяется. Тут это же задача с весами, а в задаче с весами там вроде не работает параметрическая геометрия чисел в полную мощь. Может быть, так сказать, есть тяжелый текст, я не знаю даже, есть ли он. Омри Солана, Омри Солан написал, не знаю, написал его ли он, в архиве, может быть, его еще нет. Есть какая-то совсем общая теорема сейчас, но там, я не знаю, можно ли там разобраться, применяется она сюда или нет. А вручную доказывать это мучение. Но это не очень сложно. Вот, в сущности, наверное, это все, что я сегодня хотел рассказать. И можно на этом останавливаться. Есть какие-нибудь комментарии, замечания? Все, делаем тогда перерыв до следующего раза. Да, видимо. Спасибо, всего доброго, до свидания. Ладно, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.